Вечер добрый! Вы слушаете свое радио, надеюсь, в постоянном для себя режиме и, как всегда, с 8 до 10 вечера программы «Живые», куда приходят живые люди, живые музыканты. С ними мы живенько беседуем и музыку их слушаем. Чаще всего то, что здесь происходит, мы называем кухней, просто потому что такая у нас кухонная домашняя атмосфера. Сегодня традиция, она, как всегда, традиция. Я представлю коллектив, хотя все понимают, что за группа, но это уж такая тонкая деталь. Представлю после того, как будет сыграно первое произведение, назову их всех поименно, ну а дальше, собственно говоря, начнем наше собеседование. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Звезды и годы, лица и тени, снов хороводы, хитросплетенья. Я забываю, мы забываем, что наш великий Господь — это маленький мальчик, совершенный Господь. Просто маленький мальчик, всемогущий Господь, это маленький мальчик, беззащитный Господь. Пьяные споры, молчьи питания, плудные взоры, страх воздаяния. А вдоль над пропастью, в метре от края, маленький мальчик, с ним не играют. И он наш великий Господь, этот маленький мальчик, совершенный Господь, этот плачущий мальчик, всемогущий Господь, потерявшийся мальчик, беззащитный Господь. И которую ночь, распитавшись в брюне, Я иду, я хреблю и плыву в алкогольном поту и бегу, и бегу, бегу через поле. Он один в этой тьме на пустом берегу, я успею, мой маленький, я помогу, я иду, я здесь, я уже скоро. И воссиял великий свет, и оттенился свет от тьмы. Я вели сон еще планет, и солнце жар, и блеск луны, и звери шли за родом рот, и населяли круг земли. От ледяных его высот до преисподней глубины. И этот мир, и эти злы, и всей вселенной дивный шар, нам лег в ладонь, как роткий дар. И что же мы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, сегодня здесь в группе группа Оргия Праведников, самые главные, на мой взгляд, рыцари российской рок-музыки. Ох, как приятно он слышит. Ну как же, это же и звучит так по-рыцарски. Сергей Калугин, привет, дорогие. Добрый вечер, добрый вечер. Я очень рад видеть и приветствовать здесь, в студии, радоваться вместе с вами вашему дню рождения. Не юбилей же, 16 лет, по-моему. Не юбилей. Но, тем не менее, прекрасная дата, 16 лет, девочкам уже можно в Украине замуж выходить было всегда. Значит, все, в принципе, сложилось. Слава богу, за 16 лет, я считаю, вы добились огромного, огромного успеха. Я знаю вашу аудиторию, ту, которая всегда готова за вас продать, что называется, душу дьяволу. В хорошем смысле. Я знал, что это вызовет такую реакцию. Гитара Алексей Бурков. Ребят, можно за эфир хотя бы разочек микрофона подойти, вот к этому, где лампочка светится? Не, а тут тебя слышать не будет. Мы там все выключаем, чтобы ничего не было. Держи провод. Ничего, вот мы дождемся, мы дождемся. Здравствуйте. Молодец, у тебя вышло, спасибо тебе большое. Артемий Бондаренко, бас. А, ему просто ручку протянул. Добрый вечер. Далее у нас флейта Юрий Русланов. Это не только флейта. Клавиша, я же хотел сказать, что и клавиши, и вообще, в принципе, человек очень заметный и замечательный. Да, единственный человек, у которого собственный микрофон, кроме меня в этой студии, это барабанщик любого коллектива, приходи, он ищет, где кнопочка. У меня кнопочка, у меня, дорогой. Он смотрит, где что-то нажать-то, чтобы оно заработало. Александр Ветхов, привет. Всем привет, спасибо. Вот это, собственно, и есть группа Оргия Праведников. Сегодня они отмечают день рождения, 99-й год, когда, собственно, случилось появление коллектива Оргия Праведников. Это, если я правильно помню, Артель и Калугин. Изначально было так, да? Так было. Ну, немножко истории. То есть была группа, арт-коллектив, Артель. Был отдельно сам по себе Сергей Калугин. Кто, собственно, эту идею проронил? Кто взял так вот и собрал все это вместе? Сам сказал Артели, давайте будем вместе. Или они тебе сказали, иди к нам, дорогой? Группу Артель собрал Юра Русланов. А я уже, значит, в тот момент был товарищ с широкой спиной. И я выступал сольно. И, в общем, все, чего я хотел от сольных выступлений, я достиг. А всю жизнь у меня была мечта играть с группой. И, значит, я неоднократно пытался это делать. Группы разваливались. Толку с этим, в общем, не было никакого. И я в отчаянии думаю, ну, хоть с флеточкой, что ли, поиграть. И, значит, начал выяснять, кто хороший флитист на белом свете. Мне говорят, а вот Юра Русланов. Говорю, откуда? Группа Артель. Вот, ну, я говорю... Что за группа сказал? Внутри себя я так произнес, думаю, ну, бедная группа Артель, прощайтесь с флитистом. Вот, и звоню Юрке. Значит, и в процессе разговора с ним меня вдруг осеняет. Думаю, сложившаяся группа, хороший коллектив, сыгранный. Может, предложите им вместе поиграть? Вот. Ну, и, значит, на правах... Сейчас Юра расскажет свою версию, она будет резко отличаться от того, что я говорю. Вот. Думаю, я такой суперзвезда, сейчас молоденькую группу подцеплю, там, выжму, из них все соки, значит, получил с этого кайфа, а там видно будет. Улыбается, смотри. Вот, да. Ну, в результате, значит, соки выжили они из меня, конечно. Вот, в общем, можешь рассказывать свою версию. Не, на самом деле, всё ты довольно точно рассказал. Ну, и, собственно, Серега мне позвонил, говорит, ну, типа, не хочешь поиграть. Мы, действительно, мы с Серёгой всё это дело обсуждали, так долго мы с тобой разговаривали, на минут сорок, наверное. Вот. Я так чешу репу, ну, типа, у нас... А у нас как раз в этот момент так получилось, что от нас шёл акустический гитарист. Вот, думаю. Ну, Калугин на это место, конечно, не очень, ну, попробуем. Гитариста к себе. Между нами, особенно на тот момент. Да. А Рочек-то покруче был. Да ладно, ладно. Вот, и ты сам, я говорю, нет, я, типа, ответа давать не буду, я посоветуюсь с ребятами. Вот, собственно, что я сделал? Я говорю, прихожу, говорю, ребят, вот такое дело, вот есть такой Калугин, вот, типа, попробуем, говорит, ну, тащи его, типа, разберёмся. Ну, собственно, я его притащил, вот, дальше, дальше и завертек. И разбираются. Да, вот, собственно, до сих пор разбираемся. Слушайте, у нас, у меня, для вас есть маленький сюрприз, неожиданный, кстати, для меня самого. Неожиданный. И это, я узнал о том, что это будет для вас сюрпризом буквально за 10 минут до эфира. Причем, вот, как-то так оно сложилось. 15 лет назад, один юноша, совсем еще молодой человек, из хорошей семьи, музыкальной семьи, надо сказать, фанател от имени Сергея Калугина. И вот вместе с мамой этот юноша, трепетно, дрожа внутри, потому что он идет смотреть на звезду, на своего кумира, попал на концерты Сергея Калугина. Сидите сейчас вон от меня слева, этот человек. И узнал я об этом 10 минут тому назад. Ну, на всех случаях, тем, кто не видит, могу сообщить, Филя сегодня, август, забежал сюда, в эту студию, сын Олега Митяева. Сын Олега Митяева пошел на концерт Калугина, как на концерт кумиров свой. Смешно, страшно подумать, да? Да. Ну, вот, понимаешь, как все-таки меняется все в этой жизни? И самое это смешное, что ничего путного из него после этого не вышло. Ты понимаешь? Сходил на концерт кумира, посидел, что называется, посмотрел, пофанател, и в итоге что стало с ним? Начал врачину колбасить. Ну, в общем, с днем рождения, ребят, 16 лет, это действительно серьезная дата. Я полагаю, что у вас еще впереди 10 раз по столько же, вот так, по-настоящему, по-серьезу. Вы еще наверняка главного своего хита не спили. Ну, как хороший человек творческий, он знает, что впереди все самое интересное, все самое главное. Надо бы что-то еще спить. Так, что ж мы будем петь? Да, не оттеннее. Бу-бу-бу-бу-бу. А давайте корабль, кстати говоря, сыграем. Мы сначала сыграли массированно, а теперь лиричненько. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Ольга Проведников. Погнали. Мы ведь не играли корабль в «Живые», да? Не буду. Отлично. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Библию, годы сбриса, пророчества вновь я на волны гляжу с корабля. Друг мой, отныне мое одиночество уж не разделит тебя от меня. Друг мой, отныне мое одиночество уж не разделит тебя от меня. «Симон» В море бросаются чайки проворные Песни русалок летят к облакам Сердце мое навсегда непокорное Днесь продвигается к отчим брегам Субтитры создавал DimaTorzok В святом постоянстве следит, как невидимый Браздным глазам белый кораблик из дальнего странствия К дому скользит полозурным стезам Белый кораблик из дальнего странствия Тихо скользит полозурным стезам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В свое время, но это было чуть раньше, чем 99-й год, это был 92-й, 93-й, 94-й год, начало, заря становления FM-радио в России. Мы тогда работали на другом оборудовании, понятие компьютер, это была, естественно, совершенно недопустимая история. Тогда мы говорили, хорошая песня, длинная песня. Ну, то есть можно было выйти из студии, пока кассетка там мотается, покурить, чаю попить, пообщаться, потом вернуться, песня все еще продолжается. Это я так, смотрю на часы и понимаю, что... Нас надо было предупредить. Нет, 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 просто на разговоры меньше будет времени, жалко. Ну, ладно. Есть тут несколько сообщений интересных, которыми я хочу поделиться сразу. Еще, так сказать, такой последыш или шлейф БД. Быть добру. Значит, Ира Жара. Должны вы ее помнить, она вам там активно помогала. Ну, конечно. Да, это свое радио, это все коллеги, пока студенты, но будущие коллеги, не зря же я их брал как студентов. Значит, говорить о фанатах, которые мне напоминают футбольных своей организованностью и слаженностью, я не буду. Меня другое поразило. На фестивале «Будь добру» среди этих самых фанатов, которые жгли фейра, размахивали флагами, полностью одетые в атрибуте корги и праведников. Было много детей от пяти до десяти лет. И они тоже размахивали флагами, как взрослые, жестикулировали руками с такими серьезными глазами, прямо со знанием, пониманием того, что они делают вообще. Вот воистину армия поклонников, о которой говорил в интервью на «Будь добру» Сергея Калугин. Что касаемо детей. Во-первых, надо поздравить, я думаю, Алексея тоже. Я о детях вспомнил, что-то глянул на него и вспомнил. Это точно. У тебя что же день рождения? 12-го было. 12-го был. Ну, в общем, с прошедшим тебя, дорогой. Что-то как-то вот мы не учли этот момент, не вовремя. Так вот, что касаемо детей. Судя по всему, много у вас в армии поклонников детей. Чем мне интересно вы их рыцарством, темы музыкальные, чем привлекаете, как ты думаешь? С их родителями, я думаю. А, вот так. Я вот только хотел тюльку прогнать, понимаешь? А ты это все опустил. Ну, а я, между прочим, о чем, Геннадий, я знаю случаи. То есть, на самом деле, вот попробуй подсади ребенка, если его не вопрет, да? Вот в том и дело. Фиг получится. А тут дело в том, что мы сами в душе очень маленькие. Да, ладно. Да, у нас глазки-то лучатся, понимаешь? Они же чувствуют в нас, что мы свои. Вот и все. Вы свои? Конечно, свои. А как? Мои, я прошу прощать, что перебил, мои дети регулярно засыпают. Так это твои дети были на фестиву? Нет, так. Мои, кстати, там тоже были. Да, вот тоже. Выгляделся? Мои. Да. Но у меня их не так много. По стране. Вот. Я хочу сказать, что я их совершенно никаким образом не приучал к нашей музыке, а тем не менее они, я слышу, регулярно засыпают с нашими песнями. Вот так. То есть они засыпают, потому что это так их... Ну, Матвей там и Петька на мобильнике все включают музыку какую-нибудь, а я так подхожу к кому-нибудь, слушаю, мы. На следующий день мы. Опять мы. Да. Сынок, тебе не надоело, надо спросить? Да, да, да. Я от себя добавлю, что на самом деле я под самую лучшую музыку, которую только слышал, мое первое знакомство с ней всегда кончалось тем, что я засыпал. Я первый раз «Джошуя 3» поставил «Юту», и к третьей песне я заснул глубоким, счастливым, абсолютно блаженным сном и проснулся только когда диск кончился. То же самое было с Гребневским, для меня это показатель. Хорошая музыка. То есть я помню своего мелкого, который сейчас старший, когда ему было 4,5 на концерт, баба притащил, он там прыгал, колбасился, и к третьей песне тоже спал глубоким и счастливым сном. Вот теперь я понимаю этот аргумент замечательный. Я не могу больше трех-четырех песен «Мегадес» подряд слушать, я засыпаю. Хорошая группа. Хорошая очень группа, да. Я ни один альбом за раз целиком так и не смог прослушать, просто срубал абсолютно. Счастьем накрывало. Да, еще, так сказать, по следам быть добру. Любовь Рязанова пишет, тоже студентком, и тоже, в общем, как-то в команде. Она пишет, ребят, скажите, не осталось ли вы голодными на фестивале «Быть добро?» Очень переживала, накормят вас или нет. Я та, которая вела вас в радиорубку и рассказывала, где можно поесть. Под конец накормили, все нормально. Все нормально. Люба, не переживай. Очень хорошо поели, все было замечательно. Особенно вискарик, я помню. Так, подожди, мы о еде сейчас говорим. А он о том, что хорошо. 46-47, это короткий номер для ваших смс-ок. 46-47, сначала пишите свои, пробел, а дальше все, что хотели бы адресовать коллективу. Я думаю, надо было бы поздравить группу. От вас тоже было бы хорошо, если пришли смс-ки с поздравлениями коллектива «Ургия праведников». Им сегодня 16 лет. Надо, кстати, да, еще сказать о том, что можете отписываться в группе ВКонтакте, официальной группе своего радио. Там, само собой, уже анонс давным-давно, и под анонсом куча всего написана. Но мы сейчас будем читать оттуда, ну, кое-что интересное я оттуда уже вычитал. Дальше посмотрим, что еще. Там, кстати, в тексте анонса группы «Ургия праведников» выделена синим, значит, активная ссылка. Соответственно, можете кликнув на нее, оказаться у них в сообществе. Видеть можно и нужно все, что в этой студии происходит. Здесь сегодня многолюдно. Здесь сегодня очень тепло. Как всегда, по-домашнему. Но сегодня же день рождения у группы, поэтому надо видеть, какие они счастливые, как дети, ей-богу. Вы зайдите, пожалуйста, на сайт своего радио, своярадио.фм. Там сверху есть плеер. В плеере слева онлайн-аудио, справа онлайн-видео. Кликая на онлайн-аудио просто слушаете, кликая на онлайн-видео, попадаете в картинку и видите все, что в этой студии происходит. Спасибо за картинку. Мы говорим о планете.ру, краудфайдинговой платформе. Там же, кстати, есть чат, в котором также точно можно отписываться. Всюду ищем ваше сообщение. Надо бы к песням опять подойти, но прежде чем мы это сделаем, хвалят звук, посему я не имею права обойти этот вопрос. Ну, во-первых, понятное дело, как всегда, дежурным за пультом от своего радио, от программы «Живые» Сергей Дебальский, я думаю, есть смысл поаплодировать. И представь, Сережа, представь, пожалуйста, вашего звукорежиссера. Я, к сожалению, не удосужился узнать, как его зовут. Это Ванечка. Ванечка. Его так и надо называть? Нет, Ванечка его необходимо называть. А сейчас меня убьют. Фамилию назови, пожалуйста, Тёма. Потому что я её всегда знал. Иван Лубяный. Лубяный, пожалуйста. Ванечка Лубяный, да. Лубяный, да. Вот, собственно говоря, сегодня они... Там-там-там-там. Сегодня они в четыре руки занимаются звуком, и народ хвалит звук, соответственно, всё в полном порядке, вы звучите сегодня прекрасно. И меня лично это очень радует. Давайте петь дальше. Что это будет? Это будет песня «Женя». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня... Дёрните ему ми, чтобы я... Правильно. Дёрните ему ми, пожалуйста. Дотянуться не может. Всё, есть. Дотянулся до ми. Поехали? Погнали. Женя, не заводись. Мы приехали из ЗАГСа в красивый ресторан. Там гулял повсюду конкретный Дакистан. По воде отдали в рыло 14,7. Я нажрался в хлам, я нажрался совсем. Пока я ловил пьяный борный сингерей, с тобой танцевали восемь тысячи парней. ОТСА! 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 Эй, брат, слушай, брат, зачем? Не надо, брат. ОТСА! ОТСА! Брат, слушай. Ну, не надо. Они предложили тебе спуститься вниз Я сказал, Женя, не заводись Я не тот, что борьбную, и тебе я не отец Но восемь кавалеров, Женя, это пипец Жени в восемь, поберегись Женя, Женя, не заводись Стоп, 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 стоп. Женя, не за манись! Когда ты пошел мне навстречу с бензиновой пилой Я сказал, Женя, подумай головой А вдруг, когда ты кончишь вытирать мою кровь Ты поймешь, что я и был твоя великая любовь Груди ливера не скажешь, прости, люблю, вернись Женя, Женя, жени, не заводись Женя, Женя, в разбилу Стоп, Женя, стоп Стоп, Женя, стоп! Женя, не заводи! Стоп, Женя, стоп! Стоп, Женя, стоп! Стоп, Женя, стоп! Женька! Женька, ну я ж не люблю её! Не заводи! И тут Маргулисов Штырила. Как всегда, живой звук в программе Живые. Здесь сегодня группа Оргия Праведников. С днём рождения! Мы поздравляем этот коллектив и очень радуемся тому, что Оргия сегодня отмечает свой день рождения здесь, в программе Живые, на своём. Вопрос к Калугину. Ну, это на СМС-портале 4647, коротенький номер. Очень просто, кстати, всё, свои пробелки. Дальше пишите. Кто ставит вам хореографию? Вы так мило танцуете Лизгинку под Женя, стоп! Мы долгое время репетировали в образовательном центре на Варшавке. И там с нами, значит, по соседству базировался и тоже репетировал детский ансамбль кавказского танца. Когда они вздум-то до бедыщ, там просто сутками напролёт фигарили. Мы вдохновились, вот, собственно. Вот ты просто заглянул к деткам и, в общем, собственно, с тех пор танцуешь Лизгинку. Так. Ты теперь среди них свой. А, я не знаю. Это вряд ли. У меня кинжал ещё нет. Ещё одна СМС пришла вот такого содержания. Сергей, личного содержания. А как вам домашнее яблочное вино из Венигорода? Ох, мы ему бились. Не только Сергею. Да, да, да. У меня, в первую очередь, стоит на развитии. Мне подарили 20 литров домашнего яблочного вина. Офигенное, кстати говоря, вино. В Венигороде есть возможность делать вино самостоятельно. Да. Но это яблочное вино. Значит, надо было купить яблок. Там вряд ли какое-нибудь производство, которое выращивает... Так нет, из собственного сада. Собственный сад. Собственный сад. Да ладно? Да, да. Адрес дашь? Адрес. А потом... Или рыбные места не выдаем. По сфере разберемся, да. Рыбные места не выдаем. Значит, смотри, какая штука. Вчера у нас была Ольга Арефьева здесь. Какое-то такое удивительное получилось. Вы вместе пели не единожды. И как-то так вот сложилось, что одно за одним. Причем дело случая, на самом деле. Ирина Трейзе вчера... Есть такая слушательница у нас. Она вчера слушала Арефьеву и писала, как она сказала, стихотворение на тему следующего эфира. Я думал, девушка пошутила. Ничуть. Привет, оргии с ордынцами. Привет всем своим. С прошедшим днем рождения группы целиком. Алексея Николаевича персонально. Я тут вчера, пока наслаждался эфиром с Ольгой Арефьевой, наваяла. Вот что. Дальше я читаю. Я не знаю, где правильно ставить акценты. Потому что впервые читаю стихотворение. Может, где-то ошибусь. Но читаю, как есть. Внимающих живым, как приговору, весьма обширен пламенный союз. Свет фонаря сквозь бархатные шторы сулит нам полночь в цитадели мус. Здесь праведника форгия в разгаре и мощным звуком пенится эфир. Здесь создают прекрасный новый мир, не помышляя о венцах и каре. Когда проснешься завтра на работу, припомни сон. Подлодка, хороводы, воздушный шарик. Но не тщись понять. Лишь помни. И, быть может, через годы придет концерт ОП в твой тихий город. И цепь замкнется. Орден будет ждать. Слушайте, да. Каково. Каково. Это утонченнейшая пародия на второй, по-моему, сонет из моего второго венка. Слушай, великолепно просто. В общем, я так полагаю, что Ирина сделала хороший подарок. Ну, еще бы просто. Я уверен, что вот эта история сейчас и ей хорошо горда. Там сейчас сидится дома, она чувствует себя. И мне приятно. Молоток, молоток. Тебе приятно и мне приятно от того, что тебе приятно. Дорогой. 4647 – это короткий номер для СМС. Ваши сначала пишите свои, затем пробельчика, а потом уже все, что хотели бы сказать. Вторую ночь не сплю. Но не мог пропустить этот эфир. С днем рождения, Оргия Праведникова. Желаю находить все новое и новое в музыке и творчестве, но и попутно радовать нас замечательными песнями. Александр Шмелев, не спящий в Благовещенске, Амурской области. Вот бы туда доехать, конечно. Хотелось бы? Очень, конечно. Ну так вот, секундочку. Александр Шмелев, моя личная просьба к вам. Я понимаю, что вы не промоутер. Я понимаю, что вы не занимаетесь концертной деятельностью. Но тем не менее, если у вас в вашем Благовещенске, замечательном, кстати, городе, есть парочка хотя бы приличных клубов, где можно было бы сыграть хороший концерт, вы могли бы забегать туда периодически, хотя бы раз в два-три дня переодеваясь. Ну, просто чтобы вас не узнавали. Говорить, а извините, вы, Оргий Праведников, не собираетесь пригласить к нам в город? Через два дня снова. Очочки, какую-нибудь бородочку. Извините, другим голосом. Извините, вы не собираетесь, Оргий Праведников? Вот вы пока надоедите немножко людям в клубе, они думают, ну что ж такое, ёшкин кот? Что-то люди хотят. И всё, разные люди заходят, главное. Всё спрашивают. И позовут. Это я вам как методику. С днём рождения, мужики. Всех благ. Спасибо, что вы есть. Просто без подписи. Чего, петь будем? Петь будем, петь будем, петь будем, петь будем. Что это будет? Думаю, короткую или бурную? Как насчёт гимна? А, хорошая мысль. Как всегда, живой звук в программе живые. Как они легко договариваются друг с другом. Оргия Праведников здесь. Поехали. Из старенького гимна. На колене пред ликом зари Омовение сердца В сиянии дня Шесть веков я взыскую любви Кристос Рагнов Любовь затопила меня Кто был мёртвым, тот ныне воскрес Камень гроба отвален И нет его здесь Самель, разомкни нашу смерть Габриэль, прикажи нам смотреть Михаэль, дай нам пламя с небес Руку мастер Мы можем лететь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Выходят к реке И все ближе И поющий хор В небе золота Стяга И тысяч знамён Пастер, слушай О чем он поёт Различивший хоть слово Спасён Я-ху! Эти Села наши привод И вот мы Ликуем потом Бог отстарит Водопадами плага Падая в листья Прохлады Я Бога Раслитого В тающем воздухе Вечность пришла На бессмертный Как ангелы Пальцы сомкнувши На горле мгновенья В облаке тетра В облаке тетра Смывая над скалами Едино-сочный Едино-беспременный Рекам, драконам, ветрам Водопадам, горным ущельям И лунным затменьям Птицам рассвета Светыням заката Благословение Благословение За что мы были И все, чем мы станем Кружится в танцах Едином пьяни Перерожденья Пересмыкания Благословение Благословение Солнцу и звездом Великим и малым Ручьем и потоком Ветвям и светеньям Траком в море Леди опаду Благословение Благословение Все, что мы были И все, чем мы станем Кружится, крошится В танцах В пьене Кравосмешения Кравосмыкания Благословение Благословение Адракусь Благословение Шлапит на 100 минут Эта песня Здесь сегодня Не, не, ничего, ничего Оргия праведников Здесь сегодня Не, не, мы лаконизм Не отличаемся, это правда Кстати, в этом А не надо быть лаконичными Иногда просто Делай красиво Скажи, пожалуйста Имя Александра Лагвиненко Тебе что-нибудь говорит? Это наша Сашка Который устраивает Наши гастроли в Украине Чудесно Вот я просто хочу Александру сообщить И всем остальным Когда я говорю о том Что у нас есть официальная группа В которой вывесен анонс И есть масса всего Куда можно писать Это значит Что я читаю Сообщения Которые приходят сюда Юлия ему об этом сообщила В общей ленте Нет, все-таки Он мне написал в личку Считаю, что, видимо В личке мне будет удобнее В личку-то как раз Я не заглядываю Во время эфира Просто не успеваю Потому что нужно читать Сообщения из группы ВКонтакте Нужно читать с чата Которые у нас на планете Нужно читать Ну и смски и так далее Поэтому нет Но Стервец он вопрос Судя по всему Стервец он же стервец Натурально У нас других нет Вот Вопрос он вот какой задает Причем играется в эту историю Я не знаю Мне интересна будет твоя реакция сейчас Он говорит так Спросите у Калугина Откуда в нем столько духовности Он любит этот вопрос Пишет Александр Лаганенко Интересно, как в очередной раз Выпутается От стервец А я выпутаюсь Одним способом То есть есть единственный способ Выпутаться рассказать Откуда взялась эта фраза Значит еще в пору До того Как возникла оргия праведников Давал я сольный концерт Я тогда пребывал в имидже Такого Глубокого мистика Не, не, не Это не на сольнике было А когда? Я же это своими глазами видел Ты же видел? Конечно У меня уже просто аберрация Да, да Мы со сцены Значит Свалили Вот А Серегу Где-то там в коридорчике Между сценой и гримеркой Поймала такая дама Значит С огромным бюстом Пышная Бюстом и поймала Вот она бюстом его прижала к стене Вот Сергей Александрович Распластался Она ему Сергей Откуда у вас столько духовности? Сергей Я скажу Я поджал ножки И приемом конфу Ушел вниз А потом на четвереньках С под нее сбежал То есть ты умудрился Проехаться между груди И между ног И между стенкой Просто поджав стенки Я понимаю Эротическая картинка В общем вполне себе Эротический этюд был Ну раз уж мы заговорили об эротике Еще одно сообщение Я тебе прочитаю сейчас Котика Кранцыш Напишет Вот что Сижу на работе Слушаю через наушники Колонки к сожалению увезли А когда они есть Ну колонки то Включаю конечно же Оргию в магазине Знакомлю нашу публику С хорошей музыкой С днем рождения Расширяем вашу аудиторию Как можем Работаю в секшопе кстати Уважаю Все уважают Давайте петь дальше Очень хотелось бы Чтобы все таки По программе Мы не выскочили Меньше песен Не спели чем положено Поэтому сейчас Мы меньше поговорим Больше споем лучше Песни у вас Не короткие Петь не короткую Или петь все таки покороче Слушай А может быть Какую нибудь хитовую 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 Вот такую которую знают все Даже не зная группу Народ кое какой Секунду Народ кое какой пишет Что вот какая группа Не знал до сих пор А я всякий раз улыбаюсь Когда мне такое говорят Вот например Олег Скосырский написал Ну не знаком с их творчеством А может быть СНС Не ребят Давайте свободу Раз на то пошло Понимаешь Вот что все знают Ты думаешь А ну давай Я думаю да Я думаю вот эту песню Которую ты сейчас упомянул Знают все И поэтому мне будет интересна Реакция Олега Скосырского Когда вы ее запоете Скажет он Да ешкинка Я уверен Сесер Да Сесер Да Поехали Как всегда живой звук В программе живые Оргия Проведников здесь Поехали На просторах небесной страны Нас встречает могильный покой Мы пытались увидеть рассвет К восходящему солнцу спиной Ожидает пока не сгниет Между нами железная дверь Но мы с тобой Это наша весна Наша родина СССР Наша родина И неправильно думать И неправильно думать Что есть чьим-то богом Обещанный рай Сон и смерть Сон и смерть Пустота и покой Наши солнца Гори Не сгорай И не важно Что все позади И неправда Но кто мы теперь Но мы с тобой Это наша весна Наша родина СССР Наша родина СССР Наша родина ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пусть стада Разметет словно пыль Отголоски от наших теней Нашей жизни не будет конца Мы забыли Что знали о ней И огонь Порождающий мир Будет рваться Как раненый зверь И мы с тобой Это наша весна И мы знали Что могло уйти Но забыли Дорогу домой Пусть на родину Это война Каждый шаг Это выигранный бой И если ты не умеешь понять То попробуй Хотя бы поверь Мы живые Пока мы идем Наша родина СССР Наша родина СССР Наша родина СССР Наша родина СССР Наша родина Внимание Семен Да ёшкин кот Я же слышал эту песню Ну не вспомню где Но знаю Это они Точно одним фанатом больше Олег Сосырский А я предупреждал Очень часто так бывает Когда люди знают песню Но не связывают Не туда Селёжа Не туда Это микрофончик Не туда Вот Я хотел сказать Что тут просто нельзя Не оговориться И не назвать Автора этой песни Потому что в основном Все песни которые вы слышали Это нашего производства Вот А здесь мы взяли песню Димы Аверьянова Лидера группы Погранзона Вот Ну и вывернули её наизнатку На свой вкус Понимание И любовь И сделали это прекрасно Значит Я стихи в исполнении Сергея люблю Те которые не для эфира Иногда переслушиваю Гениальные же Про селёдку Про птыть Да Анатолий Михайлов Ну Кстати про птыть не моё Про птыть это Лёша Яковенко Сейчас Подожди Тихомиров Лёша Тихомиров Ну вот Неважно Главное что люди любят Даже за музыкой Ты же понимаешь что это такое И стихи например Которые в эфир Вот Слава Мне очень понравилось сообщение Слава Приданников пишет Хочется спросить что-то эдакое Ну чтобы вопрос прям взяли И зачитали в эфире Но на ум ничего не приходит Поздравляю с просветлением По скрипту Оргию в целом И Алексея в частности С днём рождения Поздравляют все полтора Слушателя Заполярья Я добровольно А кошка по принуждению Отлично Понимаешь Кошка вынуждена Да Но мне кажется Кошкам такая музыка нравится Даже иногда бывает По более чем людям Потому что кошки Они чувственные Они гораздо больше чувствуют Люди думать пытаются Кошка не думает Она чувствует Моя помнится Спала на колонке Ей очень нравилось Как басы подрагивают Правильно Вот о том-то я и толкую Значит Где-то было Вот что Вот что Вот что Дарья Нет Дарьяна Дарьяна Лорка Вау Вау Я по следам Концерта 12 июня пишу Я считаю Слушатели должны быть Должны об этом знать Оргия Праведников Настолько мощная группа Что способствовала Моему излечению За день до концерта Меня сбила машина Утром в день концерта Я не могла даже С кровати встать А вот с концерта Уходила даже не хромая На Жене даже танцевать Рвалась Спасибо вам огромное Ребят Ваша музыка Всегда меня поддерживает Желаю вам Всего самого лучшего Слушай Ну это круто Это не просто круто Я не имею отношения Это же мы Как грянули Так значит Мертвого подниму Я тебе скажу Что я не имею отношения К той машине Которая сбила девушку Я не имею отношения К группе Оргия Праведников Но даже мне По-мужски Стало как-то внутри тепло Знаешь За потекло по щеке Когда читаешь такую историю Что человек Утром и ходить не мог Толком хромал А пришел на концерт Группу Оргия Праведников И ушел окрыленный Ты же понимаешь Что творит Но мы скромно будем считать Что мы к этому Имеем какое-то Небольшое отношение Если так так То это как бы Не наша заслуга Вот И никоим образом А чья заслуга Бытия Бытия да Сколько же в тебе духовности Немеренно 46 46 47 Это короткий номер Для смс К ваших От слушателей Я имею ввиду Ждем мы их Сначала пишите свои Парабельчик делаете А дальше уже все Что хотели бы Адресовать коллективу Выискиваю Соответственно Ваши сообщения Интересные Которые приходят В группу Вконтакте В чат На планете На планете Где есть картинка Мы там собственно Празднуем Опять же ДР ОП 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 В СМПТ ПТБ В СПБ А где В клубе Феникс Так что если кто Есть из Питера Приходите Там будет Две Две песенки Которые И на следующий же день Мы в Петрозаводске Играем на фестивале Воздух Вот очень хорошо Что ты об этом сказал Кстати Фестиваль Воздух Завтра После эфира Программа Живые Мы с Юлей Прямо сразу Фух В паровоз И едем на фестиваль Воздух Потому что Класс Там увидимся Конечно Я веду фестиваль Отлично Я и Чача Вот мы вдвоем С ним будем бегать Со сцены на сцену Вести Вести вас Правильным светлым путем На сцену Потому что там Вискаря много Бывает И музыканты путаются В порталах С какой стороны выйти Вот мы с Чачей Будем поддерживать Музыкантов Выводя на сцену Я шучу Там очень хорошая атмосфера Правда Замечательный фестиваль Не в первый раз Мы уже доедем И получаем огромное удовольствие От атмосферы И от отсутствия комаров Удивительно И от того Что люди там Очень добрые Открытые на фестивале Такие вот Петрозаводчане Петербургцы Кто туда приезжает Их больше всего Естественно Из области Из района Но если вы как-то будете Проездом Может быть 19-го 20-го 21-го числа Мало ли Вас занесет Петрозаводск Какой-нибудь Интересной волной То обязательно Загляните в пески Обязательно зайдите На воздух Там много чего интересного Вот и оргия там будет Ну то бишь Праведников я имел ввиду Да Слушка Скажи пожалуйста По хронометражу Так на вскидку Как долго Следующая песня длится Ты знаешь Можешь заказывать Надо Но списочек лежит Четыре минуты надо И все полезли В списочек Заглядывать сразу У кого какая партия У меня три А у меня четыре Я на басу дольше Играю просто Давай огонь У меня та же мысль Есть? Ну все Давайте закончим час Какой-нибудь классной песни Дальше уйдем на паузу Потом вернемся Еще целый час У нас с вами впереди Оргия праведников Здесь сегодня Как всегда Живой звук Программа «Живые» Поехали Дальше уйдем на паузу Огонь до самого утра Я облачем чистейший лен Ладони моя Ладони моя чиста Дальше уйдем на паузу 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 Пламенем небесным распадусь Пеклом и воскресну Дальше уйдем на паузу Дальше уйдем на паузу Это всесожжение Жертва Благоухание Приятное Господу Взяли и обманули А песня короче, чем 4 минуты получается Ну ладно Я тогда имею возможность вам поаплодировать Вместе со всеми теми, кто это хочет сделать Прямо сейчас Это надо, да? Поаплодируем Обязательно Да, я тебя забыл включить И напомнить вам, друзья мои Что сегодня здесь группа Рогеоправедников Сегодня у них день рождения 16 лет отмечает коллектив Мы вынуждены сейчас немножко прерваться Потому что надо в студии проветрить Мужиков полно надышали Сами играют, понимаешь, орут тут микрофоны Вот, надо какую-то взять паузку небольшую После Минут 5-6 мы позволим себе Замечательно Подышать После чего мы, естественно, продолжим программу Ну все, до встречи тогда, ребята Да, в общем, далеко-то особо не убегайте Я, кстати, к музыкантам это тоже отношу, между прочим На всякий случай Давайте продолжим Напомню Программа «Живые» на своем радио Каждый будний вечер Ну а в летнем режиме, кроме пятницы 4 дня в неделю получается Мы отдаем пятницу дачникам Все понятно, что в это время аудитория как-то так разрывается Между огородом и хорошей музыкой Мы решили, что пускай огород все-таки питаться надо чем-то Кроме духовного Сегодня здесь группа «Воргия праведников» День рождения у коллектива 16 лет Прежде чем вы споете следующую песню Потому что пауза была большая Надо как-то сейчас закрепить Музыкально От прочитать сообщение от Лизаветы Лариной Кроме шуток и воплей Хочу поделиться чудом У меня до сегодняшнего дня Никогда не запускалось свое радио Глюк какой-то был А сегодня как родное идет Лизавета, я вас попрошу Запустить после эфира завтра, например Если запустится, то скорее всего Обновления к вам пришли какие-нибудь На ваш компьютер И все стало работать А если нет То значит правда чудо Что будет дальше? Дальше будет песня «Вдаль по синей воде» Мы решили там Что подлиннее, то поближе к началу отделения Что-то потом нас не рубило И не махало руками Спасибо Вот, сейчас переворачиваюсь к микрофону И мы начинаем Поехали Как всегда живой звук Программа «Живая» Погнали Субтитры подогнал «Симон» Для пересечения Атлантики Вильям Виллес в возрасте 75 лет Строит крошечную яхту Длиной менее 3,5 метров На которой весной 68-го года Покидает американский континент Осенью на побережье Ирландии Была обнаружена полозатопленная яхта Со сломанной мачтой Людей на судне не оказалось Вдаль по синей воде Вдаль по синей, синей воде Вот плывет моя лодочка В вечном нигде Вдаль по синей воде Вдаль по синей, синей воде Даль по силе Вокполовёт моя лодочка Вечно нигде Я устал отражаться В тревых зеркалах Ожидающих И недоверчивых глаз Ну а здесь никого Только я и Аллах А задуматься если Так нету и нас Вдаль по синей воде Вдаль по синей Синей воде Согревшейся в небе Вечерней звезде Вдаль по синей воде Однажды, когда мне было пять лет Я забрался в лодку Отвязал причальный канал И взялся за весны Но они оказались слишком тяжелы Для моих маленьких рук Приливным течением Меня стало относить Прямо в открытое море Вдаль по синей воде Вдаль по синей Синей воде Вдаль по синей Вновь ловёт моя лодочка, в вечном нигде. Вдаль по чёрной воде, по бушующей чёрной воде. Сотерявшейся в буре далёкой звезде. Вдаль по чёрной воде, вдаль по синей воде. В бутренней ясной звезде, вдаль по синей, синей воде. Вдаль по синей воде. Вдаль по синей воде. Вдаль по синей воде. Сейчас буду читать сообщения, которые наверняка вызовут у вас реакцию, ребятки. Антон Джум пишет. Да, вода – это лучшее за последнее время. Сегодняшняя программа по-новому открыла оргию. Я-то ортодоксальный фанат творчества. Прям старовер, который не слышал многих новых песен, но вдаль по синей воде – это лучшее, что слышал. Как такая оценка? От старовера. Фух, мы сами её очень любим. И не только вы, между прочим. А здесь где-то было вот. Анка Пулемечица пишет. Кстати, вот когда так пишут, я не могу не это читать. Чаще просто просят песню спеть, и всё. Анка вот что пишет. Кстати, учитесь те, кто хотел бы, чтобы группа обратила внимание на ваши пожелания. Она пишет вот что. «Я понимаю, что заказывать песни не слишком вежливо. Но так хочется услышать пепел в исполнении орги праведников и вживую». О-о-о. Секундочку, я всего лишь зачитал сообщение. Не готовились. Прям скажу, облажаться не хочется. Ну, хорошо. Тогда простим, я думаю, их нежелание. Или невозможность. Просто потому, что не готовились. Мы подготовимся на следующий раз. Обещаем. Хорошо. Кстати, действительно, давно её не играли. Надо вспомнить. Будем ждать. Значит, вот от Романа Игнатова замечательный вопрос. Я, кстати, не знал об этом факте. Любопытно услышать от тебя ответ. Приветствую. С днём рождения. Спасибо. На стольном концерте Сергея в Нижнем Новгороде. Ему был задан вопрос. А как вы относитесь к Егору Летову? На что он ответил? Я считаю его святым. А можно узнать почему? Если можно, то спойте, пожалуйста, «Вперёд и вверх». Ну, насчёт «Вперёд и вверх» там песен заказов опять же мы не берём. Сами что готовили, то и поёте. А вот что касается Летова. Святым. Почему ты его считаешь? Мне, на самом деле, повезло общаться со святыми людьми. И я знаю... Спасибо большое. Да. Ничего, ничего, ничего. А вот. И вот ты в присутствии святого человека, в присутствии святого человека, ты ищешь удивительную свободу внутри, наполненность радостью. Ну, собственно, как там в Писании сказано, плоды же святого духа, радость мира долготерпения. Да? Вот. И как бы ты это ощущаешь, тебе даже начинает казаться, что это твоя заслуга. А на самом деле ты просто сидишь рядом с таким человеком, и мир становится таким, каким он должен быть. А вот Летов в том, что он делает, меняет мир именно в этом направлении. То есть он делает мир настоящим или иллюзорным, это уж не важно, как его назвать. Но вот эта мощнейшая от него исходящая сила, преображающая мир, она для меня абсолютно очевидна. И эту силу, кроме как святостью, назвать невозможно никак. Как же много в тебе святого. Духового. Лопаты. Лопаты, да. Вам не масса духовности. Нет, ну, в общем, круто сказано. Я вообще с тобой готов согласиться, буквально с каждым словом, потому что я тоже для себя как-то неоднократно уже подмечал, когда человек, ну, святой, не святой, но когда в нем есть какая-то внутренняя сила, вот этот стержень, жила, если хочешь. Не понимаешь, почему, но ты чувствуешь себя с ним настолько комфортно. Это я сейчас, кстати, сказать, и к вам, дорогие мои, отношу. Между прочим. Потому как с вами всегда хорошо. Мы уж с которыми встречаемся в эфире. Мы сколько раз встречались по жизни. Я вообще в наглую считаю вас своими друзьями, вообще близкими достаточно, просто потому что вы классные. Сколько я никогда не испугу. И, кстати, огромную вам благодарность еще раз публично хочу выразить за то, что вы принимали участие в концерте, в поддержку проекта, когда мы только-только собирались открываться. И, кстати, ребята согласились на это легко. Очень было приятно. Спасибо. Так вот, чувствуешь в человеке какую-то непонятную для тебя, пока неосезаемую, необъяснимую, силищу, и эта сила такая легкая, такая простая, и без всяких там понтов, без всяких пальцев. Так все просто, так все изящно. И это подпитывает. Я привык, что от меня подпитываются обычно. Как-то я так больше отдаю, чем беру. А с вами такое ощущение, что я даже боюсь как-то иной раз так это близко, думаю, а вдруг что-нибудь отниму лишнего, потому что так хочется взять. Понимаешь, вот так хочется перехватить это все дело. Это очень кайфово. Вот это ощущение очень кайфово. Что-то я в любви вам стал признаваться вдруг. Это в день рождения. Это заслужено. Это абсолютно заслужено. И в честь вашего дня варенья, дня рождения. Давай, наверное, еще попоем. А то что-то я расчувствовал. Слушай, про Егора заговорили. Я просто еще одну фразу хочу сказать. Ну, мощное слово, да? Ну, вот как про него сказать? Гениальный художник. Да тьфу. Не в этом дело. Вот он прямого действия человек абсолютно. Вот поэтому и связь. Слушайте, давайте Егор его песню споем, да? Ну, как вовремя-то заговорили на эту тему. Давай, давай. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня напомню группу «Роге Паведников», у которой день рождения. Поздравляйте, ребята, поздравляйте. Поехали? Поехали. До свободы. Чем платил незнайка за свои вопросы? Что скрывал в последний свой патрон? И чему посмеивался Санька Матросов Перед тем, как шишел, вышел, пернул, вышел вон? Это знает моя свобода! Это знает моя свобода! Это знает мое поражение! Это знает мое торжество! Это знает мое поражение! Это знает мое торжество! Как бежал за солнышком слепой и важно Как садился ангел на плечо Ах, как львалась и плавилась Пусть ведь рубашка Что и как обнял, обрел летящий пошлочет Это знает моя свобода Это знает моя свобода Это знает мое поражение Это знает мое торжество Это знает мое поражение Это знает мое торжество Партизан спалив родную хату Завязался пузел ремешок Распирает изнутри веселую гранату Чем всегда кончается вот такой стишок Это знает моя свобода Это знает моя свобода Это знает мое поражение Это знает мое торжество Это знает мое поражение Это знает мое торжество Это знает моя свобода Это знает моя свобода Ничего, ничего Главное, чтобы другие не подавились Ты молодец Правильно Идем дальше 46-47 Это короткий номер для смс К ваших сначала свои Пишите про бельщ Потом уже Все, что хотели бы адресовать Коллективу О, нормально Вопрос Русланову Че замерли? Русланов, ползи Я пошел Иди, иди, подходи Помогает ли вам работа В группе В вашей преподавательской деятельности? Тестируете ли на коллегах Передовые методики? Спасибо Обязательно А ну-ка расскажи о передовых методиках Тогда Делись Ну, надо сказать, что просто я преподаю Преподаю вокал И преподаю флейту тем, кто это Иногда хочет Правда, таких Да Таких, правда, практически нету Вот Ну, я преподаю Да, как ни странно Просто академистов, флейтистов много А те, кто хочет вот так вот Делать флейту то, что я делаю Почему-то мало И никто не хочет это делать, кроме меня Вот поэтому Ты же единственный Да, конечно, естественно Исключительный Исклюзивный, да Исклюзивный, да Вот Придется Андерсон напоминать Это найдется Ну, да Недалекий человек, который начнет ерунду говорить Так что Ну, конечно, да Не, ну Приемы, которые я использую, конечно Ян Андерсон в Джет Родале придумал еще 40 лет назад, да Это всем понятно Вот А вот насчет методик Ну, просто поскольку В какой-то момент я понял, что опять я хочу хорошо Я эту тему начал рыть всерьез Вот Поэтому, в общем, все бэки И там Сереге там что-то подсказать Ну, обязательно, конечно Куда без этого Вот Так что На бэках там На репетиции машу лапками Ребятам говорю Там Пойтише Тут погромче Тут сняли Тут это самое Ну, все как обычно То есть чувствую Дир-хор такой Да, мне очень Был замечательный момент Когда мы записывали для Рекса хор Вот Пришли там Восемь человек Хор там Все серьезно Там с регеншей То есть Настоящий академист Да, настоящий академист И все было красиво Замечательно Вот Они говорят Ну ты только мне Покажи, где вступить А там дело в том, что 7 восьмых Кто понимает То есть Не всякие Там скорее вступишь, чем вступишь Абсолютно Да И вот В общем, в итоге В итоге Я им там Махал Показывал Не только, где вступить Но и где закончить Дирижировал хором академистов Да, дирижировал Для меня это было, конечно Замечательный совершенно Экспириенс такой После этого На всех концертах Где участвует хор Я, значит, там Пляшу перед ними Лесгинку Да ладно Кстати, да Ах, вот какие передовые методы Через лесгинку все передают Куда же без них Я понял Так что все это Обязательно происходит Круто Круто, спасибо Ализавета пишет Настоящее волшебство, ребята Сижу изореванное Подпевая в голос Уже соседи стучали в стенку И так вас всех люблю И оргию И всех-всех-всех-всех Понимаете, что вы творите с людьми? Какие души открываются Какие открываются у людей Я сказал бы так Горизонты Потому что Когда от музыки Человек может и плакать И смеяться И любить Всех-всех-всех-всех вокруг Это называется не формат Великая сила искусства Чуть не формат Что такое вообще формат? Ну да, сейчас мы эту тему не будем трогать Это точно столько говна на голове Это точно Я по-другому сказать не могу Это же формат Это слово Меня от этого слова тошнит Вот ей-богу Так еще Правда Я не понимаю, что такое формат В моем понимании два формата Я всегда об этом говорю Хорошая музыка и дерьмо Не бывает другого Ну есть еще попса Который никогда не будет В эфире своего рода Есть блатной шансон Этого тоже никогда не будет Все остальное имеет право на существование Как это формат? Что такое формат? Да я не просто так вспомнил Я просто сходу вспомнил фразу Кира Комарова Когда он сказал Что сущность формата Она не в длине композиции Не должна быть серьезнее определенного уровня Не должна быть смешнее определенного уровня Не должна быть умнее определенного уровня Не должна быть глупее определенного уровня То есть В общем в итоге она не должна быть Она не должна быть никакой Средней такой Проскальзывать в глотку Как кусочек мыла Вернее не в глотку Ну вы поняли Ну понятно В другую глотку В обратную глотку Вот И вот Как раз когда ты сказал Что от песни хочется смеяться И плакать Вот это как раз и есть то Что рвет вот эти вот Выдуманные границы для музыки, которые должны играть в супермарк. Что касается границ, еще раз, я буду тысячу раз это повторять для тех, кто это услышит, слава богу, уши даны. Формат был придуман в свое время для того, во многих случаях это принимается, для того, чтобы отказывать под благовидным предлогом музыкантам в ротации той или иной композиции. Ну, не формат. Объясните, что такое формат. Никто ж не объясняет. Вы приходите к программнику к какому-нибудь радиостанции, вот песенку новую, он якобы, а может и послушает, правда, черт его знает. Потом какое-то время говорит, не, ребята, это для нас не формат. Задайте ему следующий вопрос. А что тогда формат? А что такое формат? Он не найдется, что ответить. Потому что это все такие условности. И так далеко от истины, как, собственно говоря, Земля от Солнца. А еще и дальше далеко от истины. Нет такого понятия формат. Либо нравится, либо не нравится. Цепляет, не цепляет. Еще вот тут был у нас один в чате появился, товарищ, я сразу отбрил, послал прямо. Да? Прямо послал человек. Что ты на меня так смотришь? А за что он? За что? А человек написал вдруг, в чате на сайте написал, а паузы между песнями секунд по пять это у вас принципиально не будет в радиоэфире? Я чё к отвечаю? Вообще-то в радио пауз не бывает. Не, ну так невозможно. Такая, когда неформатная музыка появляется в общем потоке, переключиться на ее прослушивание практически невозможно. Как меня это задело? Вот если кто-то меня хочет позлить, сразу говорю, упомяните при мне слово формат, и вы увидите, что такое бешеная чайка. Реально вы увидите, что такое бешеное чайка. Вот Юля говорит, выдыхай. И в зидите раскинул чайка, как рыло. Выдыхай. Слово формат матерное практически в моем понимании. Давайте пить будем. Давай. Неформатно. Ну, в смысле формат надо держать только в цензурных рамках, а все остальное пожалуйста. Хорошо. Как всегда живой звук в программе Живые здесь сегодня у меня. Еще. Праведников. Чего такое? Ребят, вокальчика чуть-чуть еще добавьте, пожалуйста. Добавьте ему вокальчика, пожалуйста. А-а. Поехали. Давайте по тонкому льду. Неожиданно. Когда ли музыка? О. Прозвучало вдруг. О. Чего? Ясно. Погнали. С днем рождения еще раз давайте поздравим группу Роги Праведников. Еще по клавишам. Слушайте, у них день рождения. 16 лет группе. Поднимите мне клавиши. Пока готовится я тут потрещу на фоне. Ага. Готовы уже? Ну, Юра, еще, еще. 46-47. Короткий номер для смс ваших. Свои, пробел. А дальше все, что хотели бы адресовать коллективу. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы успели до первых декабрьских пьюг. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Классно. Давайте дальше петь. Что это будет? Я шалел. Чем мы дальше поем? О! Кстати говоря... Что? Мы притащили немножко коверочков сюда. Не туда, пока говоришь. Мы притащили немножко коверочков сюда. И вот один из них, кстати говоря, сделанный в известную бытность. Твою сам знаешь где. Помнишь проект Высоцкого? Ну, здрасте, помнишь, конечно. Мы вживую его на эфирах у тебя не играли ни разу. Сейчас так и сделаем. Это, кстати, к вопросу о вдохновляющих. Да, к вопросу о вдохновляющих вещах. Вот Леха абсолютно прав, да? Как всегда, живой звук в программе «Живые» и «Оргия праведников» здесь. Поехали. Ну вот исчезла дрожь в руках Теперь Наверх Ну вот сорвался в пропасть страх Наверх Наверх Для остановки нет причин Иду скользя И в мире нет таких вершин Что взять нельзя Здесь голубым сиянием льдов Весь план облить И тайну чьих-нибудь следов Гранит Хранит А имена тех, кто здесь лёг Снега Таёт Среди непрозенных дорог Одна Моя Среди нехаженных путей Один Путь Мой Среди невзятых Рубежей Один Со мной И я гляжу в свою мечту Поверх Голов И свято верю в чистоту Снегов И слов Снегов И тут спройдёт немалый срок Мне не забыть Как здесь сомнение я смог В себе убить В тот день шептала мне вода Удач Всегда А день Какой был день тогда Ах да Среда Сегодня 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 Да Сегодня Я же говорю, что сегодня очень правильно Удачный день для песни Потому как Мало того, что день рождения группы Так ещё и среда Очень хорошо Чё задумался, Сережа? А Я смотрю, что у нас в списке осталась только одна песня И чешу репу Значит А чё это? Чё играть дальше, если останется время? Подожди Оно останется Да и можем ещё что-нибудь сыграть Чё-нибудь найдёте? У меня к тебе серьёзный вопрос сейчас Очень серьёзный вопрос Причём вопрос Не знаю уж на самом деле Может я тебя в тупик поставлю сейчас Но Всё-таки я его задам Публично Заметь, я этого не сделал до эфира И не хочу делать после Юля, ты сейчас о чём подумала? Ты испорченная девушка Так вот Было время Мы с тобой договаривались о том Что ты, может быть Найдёшь время, силы и желания Чтобы делать программу В эфире своего Более того Мы ещё об этом заявили На одном из концертов С тех пор много воды утекло Много чего прошло Вот я тебя сейчас Знаешь, как Официально при всех Спросить хочу Ты ещё имеешь такое желание? Или у тебя может быть Нет, если нет времени Если нет сил Если нет интереса Это твоё право Безусловно Ты знаешь, мне это очень интересно Действительно очень интересно Но единственное, что Я с удовольствием бы вошёл в эту тему Потому что это действительно работа И работа большая Вот сейчас мы расстреляемся с альбомом Выпустим его, наконец И после этого я с удовольствием Смотри, ты сказал сейчас Я сказал, да Я с удовольствием Мужик сказал, мужик Ответил Ладно, спасибо Мне был приятен этот ответ Потому что, в принципе, мы договаривались об этом изначально И даже как-то обсуждали с тобой в двух словах Какая могла быть концепция Но потом как-то меня замотала Тебя завертела И всё никак А сейчас есть необходимость Ну просто потому что И время эфирное есть Я его придерживаю Хорошо, хорошо Очень приятно это знать Да, да, да Я помню просто об этом Я ещё для одного человека придерживаю время Для Маврина Но он как-то тоже всё В делах, в бегах, в альбомах И мы никак не можем с ним скреститься, наконец По крайней мере, некие нерегулярные выпуски, скажем так Это точно можно будет делать А может быть и регулярные Залог здоровья – регулярный секс, дорогой мой Поэтому и выпуски должны быть регулярными Тут уж никуда Эх, ты прав Не отверстишься У меня же опыта больше хотел сказать я Потом подумал, вряд ли Опыт у нас с тобой у обоих, слава богу Регулярно, конечно Ну, поговорим об этом Не в эфире, безусловно Спасибо, что ты, в общем, не послал Спасибо, что ты согласен Спасибо, что ты об этом не забыл Это очень приятно Так, слушай-ка, Алексей дальше продолжает Он фотку своей ежихи прислал Слушай Серьезно Он такая длинноногая Грибы просто чумовые Длинноногая ежиха, да Все в порядке Она вот, правда, на ковре сейчас пока у него Можно сказать, ковер-самолет, я не знаю Да, но говорит, что она помогает ему Крутит колесо и помогает электричеством Дом на поле Кстати, хорошая мысль Сейчас же стоит электричество дорого достаточно Ежики Не, маленькие ежики Надо не ежика Надо кого-то побольше Какого-нибудь, знаете, броненосца Он же огромный Сделать для него большое колесо И пусть все крыса и крыса Пусть все бегают там в колесе И мы будем Что-то я расфантазировал Это Семен нам дает, на самом деле, время Это прикинуть по списку Подумать, да Почему одна-то песня? У нас обычно 12, а вы что, сколько заготовили? Нет, у нас, на самом деле, мы готовили по принципу По максимуму сыграть то, что еще в эфирах у тебя не звучало И, соответственно У нас 11 в списке 11 в списке, почти, почти То есть, ты хочешь сказать, что мы 10 уже спели? Да Да, перестань Да, перестань А мы галочкой отмечаем 11-я сейчас должна быть Потом 12-я Вот надо еще какую-то одну, так или иначе найти Ну нет, вопрос решен, на самом деле Решили? Да, конечно Гениально Я-то думал, видишь, как хорошо, что я разговаривал столько времени Умею все-таки потрещать А они пока подумали и все решили Значит, так кто ж ежиха длинноухая Но Семенов в ежах больше интересует длина ежиных ног, а не ушей Пишет Слава Приданников Да меня в ежах вообще мало чего интересует Честно вам скажу Я знаю, что даже люди опытные, биологами или там как они называются Кто? Кто? Зоологи Кто занимается животными? Те и другие Те и другие, да Зоологи, био Они не могут определить пол ежа Да Парадокс в том, что не определишь Ну у собачки там болтается и понятно У ежиков ничего не болтается И хрен поймешь про них, простите До тех пор, пока там они не А когда они вместе, да, тоже непонятно Потому что снаружи-то иголки, они же пузом к пузу Кто там из них мальчик, кто девочка Даже ученые не знают Эта шутка оттуда и пошла Я всегда знал, что ежики крутые Да, ежики нереально крутые Так вот даже шутка такая от них и пошла Чтобы понять, какого пола ежа Его надо поставить на пол Если побежал, мальчик побежала, девочка Так вот, в данном конкретном случае Я, честно говоря, Алексею завидую Потому что я действительно не могу понять Как он определил, что девочка у нее Может, рожала Может А, ну вот только в этом случае можно понять Кто из них мальчик, кто девочка Хотя, может, у них и мальчики рожают Хрен его знает Ежиков не разберешь, на самом деле Такие странные животные Такие приятные, но странные животные Так, что дальше с тобой? Дальше мы специально для ежихи Споем очень нежную песенку Звездочеты? Думаю, да А я хотел сказать брату, что это, собственно Песня с новым альбомом Которая еще в студийном виде не записана Вот То есть совсем свежа Она на концертах Не совсем свежа, она на концертах уже разменена Хорошо, но в студии, в эфире не звучало Это премьера В каком-то, да В радиоэфире это премьера Абсолютно точно Вот Вот теперь мы наконец поняли, что это будет Спасибо Перед началом люблю говорить, что мы наконец Стали настолько детьми внутри себя Что написали нормальную детскую рождественскую песню Слава Богу Как всегда, живой звук в программе Живые Здесь сегодня Оргий Проведников Поехали Слушаем премьерную песню Домой Едут цари с бездочеты 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 Домой Дай, дай, дропой Дет, дай, дропой Мы едем домой Добой Тайной тропой Звездной тропой Мы едем домой Стрыма с нагорными кручами Алое солнце Ветер затих Близится ночь Враг ожидает вестей Только мы не вернемся Тайной тропой Подвинемся в рот Тайной тропой Звездной тропой Мы едем домой Добой Тайной тропой Звездной тропой Мы едем домой Все, что вокруг Только сказки пространства Центром вселенной Становится край Мы отыскали дворец Под звездой Постоянства Им оказался заброшенный Старый сарай Дремлет младенец Вот золото Ладан и смирно Все, чему должно Свершится в свой срок О звездах Загорела на кровле Так ясно и мирно В час, когда мы Восклонившись Ушли за порог Мы едем домой Мы не знаем о том Что утром Рыдать будет город О детях Разбитых О камни И брошенных Явы Что в одну минуту Уже задыхаясь Смешат беглецы По дороге В Египет Мы едем Домой И несём Свою сердце Похой Рождества И все тысячи Будущих Далек и грушек Подарков Волшебных огней Добой Дай, дай Тропой Здрастный покой Мы уносим С тобой Сердце Открой Здрастный Покой Мы несем Под собой Дай, дай Тропой С тобой И едут Сарис Весточёты Домой Едут Сарис Весточёты Домой И едут Сарис Весточёты Домой Едут Сарис Весточёты Домой Тема ежей Попёрла Ребята Я вам скажу Вконтакте В обсуждении Вам есть смысл Написать песню Про ежа Думаю Она будет Очень популярна За нас уже Это кстати Сделали Ну много Кто Я вам говорю И не один раз Алексей Хозяин ежихи Пишет Семён Бывает конечно и так А самцы От самок отличаются Очень просто Переворачиваешь ежа Если ты видишь Пупок То это мальчик На самом деле Это не пупок У девочек Соответственно Пупка нет Это у маленьких ежей А у взрослых Как обычно Колокола Выдают мальчикам Ну понятно Что с ежиками Это всё шутки Милые Очаровательные Совершенно создания И поэтому Наверное Вокруг них Столько интересного Забавного юмора На самом деле Наталья Беленькая Пишет Что кстати говоря Впервые слышу группу В нормальном живом звуке Не считая концертного DVD Многочисленные записи В Ютьюбе Условно говоря С телефонов Такого представления Не дают Теперь понятно Чему фанаты Так радуются На концертах Пишет А до этого Были некоторые Сомнения Ну вероятно Да Вероятно Да Так вот ещё Значит Константин Твёрдо пишет А не предвидится Ли в ближайшее время У группы Нового клипа Например Ага Да что-нибудь Мы снимаем Сто пудов Просто мы сейчас Об этом не думаем Потому что сначала Надо подготовить То за что снимать Думали Между прочим Там есть у нас Интересная задумочка Ну не знаю Получится Не получится Ну в общем Вы поймите Мы бы с удовольствием Может быть И рассказывали Такие вещи Но всё-таки Есть Должна быть интрига Должен быть сюрприз Если мы вот так Все карты разложим А потом вдобавок Всему и не снимем То совсем глупо получится Вот А именно поэтому Я тебя и спросил Про твоё желание Сохранить Нет конечно Будь моя воля Мы бы вообще На каждую песню по клипу Даже не по клипу А по фильму Да ещё и Стэнли Кубрика Пригласили бы Это всё дело поставить Но вот как-то имеем желание Не имеем возможности Да Главное не приглашайте В свои клипы Никого из зарубежных Футбольных тренеров Это вредит Репутации Даже я в теме Кубриков Да Кубриков пожалуйста Послушай Вот сейчас вы наверняка Уже придумали Какая песня будет Финальная Да конечно Как страшно это произносить Финальная сегодня Потому что время прилетело В секунду Сколько она по продолжительности На скидку Ты меня тогда обманул Почти на минуту Минут шесть наверное да Пять шесть Пять шесть Пять шесть Семь как играть будем Я понял Но тогда надо прощаться уже К сожалению Времечко поджимает И ничего не останется Кроме того Чтобы сказать спасибо Ещё раз с днём рождения Оргия Проведников Шестнадцать лет Сегодня мы отметили Этот замечательный день Здесь в студии Своего радио В программе живые Дай вам бог Ребята ещё много Много лет творчества И чтобы это творчество Вызывало такой же резонанс Как оно вызывало Все эти годы И вызывает сегодня Завтра в программе живые Группа канцлерги И Брэган Дэрт А сегодня Оргия заканчивает Свою программу песней Спасибо ребята Спасибо Семён Спасибо Юля Спасибо всем Такое длинное название Пришёл А вот Да нет Ну чё там Короче Мы вас очень всех любим Обнимаем И начинаем играть Мы сыграем Заглавную песню С первой части Нашего альбома Для тех кто увидит сны Вторую Ждите Это и осенью бог даст Которая называется Вперёд и вверх Спасибо что вы сегодня Это время уделили нам Всем до завтра Будьте здоровы Пока Столбясь океаном Сожалеют ли воды реки О своих берегах Хризантемы в снегу Как светла эта ночь Перед боем Вперёд и вверх В божественных ветрах Всем радуг Рвутся из груди Врата Начал снега Уходя вниз Лети Во мне полтонны Пробуждающей весны Для тех кто спит В Англии Для тех кто спит И видит сны Слепящий свет Слепящий свет весны Из века вверх Как камни черного Летят живые Судьбы те Слепящий свет В дом радость В дом любовь Его живо На пробежи И лишь песок Струится между Черновод Любовь И мир Лень жив Во мгле И не кончается Любовь Твоя Великая Любовь Водзуз Водзуз Простой Осуз Пролей За небо Трог Смерс И любовь Наш путь Сильно Как смерть Любовь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok